Пошлый военный парад Сатан Ураддин, Альмадон, Ливан 16 апреля 2018 года Военные действия американцев, французов и англичан направлены против пустых зданий сирийских центров по производству и хранению химического оружия Эти события будут на слуху всего несколько дней, а затем забудутся и их будет практически невозможно использовать в политической сфере или переговорном процессе Все их действия напоминают военный парад, организованный правительствами и армиям с целью морального и психологического давления Их цель больше состоит в завоевании местной общественности, чем в сдерживании внешнего врага Это похоже на проверку готовности американских военных выполнить требования Дональда Трампа Несколько недель назад президент США поручил заняться организацией ежегодного военного парада в Вашингтоне Похожего на парады таких крупных стран, как Россия, Китай и Франция, которые проводят их в свои национальные праздники Последнее военное действие против Сирии больше напоминает игру Мир часами задерживал дыхание, опасаясь начала Третьей мировой войны и применения ядерного оружия Прежде чем стало очевидно, что американские, французские и британские военные провели ракетную атаку только для сохранения лиц Своих политических лидеров в Вашингтоне, Париже и Лондоне, которые поспешно осудили недавнюю химическую атаку, проведенную сирийским режимом в городе Думе Известно, что ранее ей предшествовали четыре ограниченных химических атаки на сам город В американской инициативе приняла восторженное участие Франция и внесла свой неуверенный вклад Британия Никто в Париже и Лондоне не знает, почему Трамп выбрал последнюю атаку в Думе, а не вторую или третью Никто не знает, что произойдет после этого военного парада, который даже не был нацелен на сирийский режим, запугивание Ирана или вызов Кремлю Эта кампания была основана на запоздалой западной совести, но она не сможет обмануть американскую, французскую или британскую общественность более чем на несколько дней Все аналитические данные, которые витают в воздухе в эти часы и дни вокруг военных действий тройственной коалиции и их целей на самом деле вызывают только насмешки В Америке на российских и западно-российских отношениях в целом – реальный кризис Однако использование боевых самолетов и крылатых ракет против изолированных и невоенных целей в Сирии и их размещение вблизи важных российских военных объектов не свидетельствует о том, что кризис вот-вот выйдет из-под контроля Возможно, наоборот Вполне вероятно, что получение подробной информации русскими о военном параде расширит каналы связи, которые были открыты в последние несколько дней между Вашингтоном и Москвой И, возможно, приведет к встрече на высшем уровне и сближению между Трампом и Путиным В течение нескольких дней или даже часов Путин, Хаминей и Асад подтвердят, что им понравился военный парад трех стран, который не был предназначен для того, чтобы напугать или остановить их Конечно, ни один из них не будет сдерживаться и колебаться прежде чем снова использовать химическое оружие, когда возникнет необходимость припугнуть сирийцев или боевиков Фронты, которые будут открыты в ближайшее время, подтвердят, что ход войны в Сирии не изменился В памяти рассвет 14 апреля останется только в виде нескольких видеороликов и фотографий одного из странных западных военных парадов